Вернуть камерам видеофиксации свое истинное предназначение. С таким призывом президент страны Владимир Путин выступил на заседании Госсовета в конце июня. Использование этих средств должно снижать аварийность на дорогах и помогать сохранять человеческие жизни. В большинстве своем они пока помогают ГИБДД собирать штрафы с нарушающих закон автомобилистов. Сотрудники республиканской прокуратуры проверили, как обстоят дела на дорогах Чувашии. В масштабной проверке задействованы все подразделения прокуратуры. Картина складывается неблагоприятная, хотя в целом цифры показывают снижение аварийности, смертности и травматизма. Анализ аварийности показывает точечные проблемные точки, на которые, на мой взгляд, следует обращать внимание всем уполномоченным должностным лицам. Ну, во-первых, в два раза увеличилось количество человек, погибших в ДТП с участием находившихся в состоянии опьянения водителей. Выявленные прокурорами факты свидетельствуют о недостаточности принимаемых сотрудниками правоохранительных органов. В первую очередь, это управление ГИБДД МВД, почувавшие мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. На 17% увеличилось количество ДТП с участием детей. Плохие дороги, слабая освещенность, отсутствие необходимых дорожных знаков – все это приводит к авариям. Больше всего их происходит на федеральных трассах М7 «Волга», Москва-Уфа, А151 «Цивильск-Ульяновск». По закону, передвижные видеофиксаторы должны устанавливаться на самых аварийных участках, где в течение месяца происходит не менее трех ДТП с пострадавшими. И тут свое слово должны сказать бы сотрудники ГИБДД. На аварийно-опасных участках дороги М7 «Волга» – это 651-й километр – произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, пострадало 8 человек. На этой же дороге, уже на другом километре, 671-м, произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, погибло 4, пострадало 8 человек. Такая же ситуация и в других городах. Однако на этих аварийно-опасных участках средства фиксации не были установлены по непонятным нам причинам. Информация о необходимости, что там нужно устанавливать эти передвижные комплексы, из управления ГИБДД в казенное учреждение Чувашу Продор, которое обслуживает эти комплексы, не направлялось. Передвижные комплексы, в народе их называют еще треноги, устанавливались не там, где положено по закону. И есть необходимость устанавливать их по требованиям действующего законодательства, а в иных, назовем как это и не звучит, более «выгодных», в кавычках, с точки зрения сбора штрафов места. Камеры устанавливались там, где вообще ДТП не происходило. Вообще никаких пострадавших не было. Но там устанавливали их 26 раз. В течение года? Да, в течение года. В ходе проверки выяснилось, что Центр автоматической фиксации за полгода зафиксировал более 450 тысяч возможных нарушений правил дорожного движения. Более 350 тысяч водителей были привлечены к ответственности. По 92 тысячам фактов никаких мер принято не было. Вероятно, полицейские сомневались в правомерности записанных на видео нарушений. Но прокуроры обратили внимание на то обстоятельство, что одни водители привлекались к ответственности, а другим ее явно удавалось избежать. Это были обладатели так называемых красивых номеров. В отношении собственников транспортных средств с необычными, в кавычках скажем, номерами, такими интересными и некрасивыми, как их в народе говорят, это, например, 3 семерки, 3 пятерки, 600, 001, 003 и так далее. Вот такие факты есть. Причем собственники этих транспортных средств являлись руководители серьезных коммерческих структур. Принимались решения об отсутствии нарушений правил дорожного движения, отбракования этих материалов, фото-видео-фиксации и последующем вообще уничтожении. Несколько десятков таких случаев. Мы считаем, что здесь не так все чисто. Сейчас компетентные органы разбираются в законности таких действий. Мы внесли уже акт реагирования по нашим требованиям. 10 руководителей управления ГИБДД по всей республике привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе и руководители центра этой фиксации. Еще на рассмотрении находится еще одно представление прокурорское, где изложены более детально, более усиленно какие-то факты, требующие проведения служебных проверок и выяснения всех деталей.